В эфире информационный выпуск новостей, студия Нурабек Пасарова. Здравствуйте. Конфликт с участием посла Турции Дженгизом Камилом Фратом действительно произошел. Возникло недопонимание, сообщили сегодня представители Духовного управления мусульман. Отметим, 8 мая дипломат демонстративно покинул мероприятие, куда он был приглашен в качестве гостя. Судя по видео, посол высказал недовольство в том, что его пригласили на вечерний прием пищи во время Рамазана, где присутствовал представитель Фетта, директор сити-школ Сапат Орхан Инан. Посол обрушился с упреками на муфтия Махсатпека Токтомушева со словами «Выбирайте либо Турция, либо террористическая организация». Он также напомнил, что они построили мечеть в Кыргызстане за 35 миллионов долларов. В свою очередь муфтияти сообщили, что на таких мероприятиях людей не делят. Приглашены были все. По их данным возникло недопонимание, но конфликт исчерпан. Отметим Фетта, турецкое общественное движение, идейный вдохновитель Фетхолах Гюлен. После попытки военного переворота в Турции в 2016 году власти обвинили его сторонников в организации путча. Фетта в Турции признана террористической. Первомайский районный суд Бишкека назначил меру пресечения врачам, задержанным по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Как сообщается, один из подозреваемых, начальник центральной больницы колонии номер 47, арестован на два месяца. Двое других, бывший начальник медицинского управления ГСН и врач Министерства здравоохранения, отправлены под домашний арест. Напомним, в 2013 году криминальному авторитету Азизу Батукаеву поставили диагноз о смертельной болезни, согласно которому ему оставалось жить две недели, и освободили из тюрьмы. В тот же день его под охраной милиции силовиков привезли в аэропорт, и на частном самолете смертельно больной Батукаев вместе со своей семьей покинул Кыргызстан. В стране разразился скандал, в результате которого последовали отставки. И недавно стало известно, что дело по освобождению Батукаева было возобновлено. Назначен прокурор Баткенской области. Им стал Абдибахит Халмурзаев, близкий родственник бывшего полномочного представителя правительства в той же области Абиша Халмурзаева. В 2017-2018 годы Абдибахит Халмурзаев работал прокурором Бишкека. Отметим, прежний прокурор Баткенской области Анарбай Мамаджакыпов был убит в ноябре прошлого года. Его тело нашли ночью на обочине дороги близ водохранилища Торткуль. В убийстве обвиняется начальник областного управления капитального строительства Мелис Калыков, который вместе с погибшим выезжал на охоту в горы. Арестованный свою вину не признает. В Ожском городском суде судебный процесс по делу об убийстве Мамаджакыпова начался 7 мая. Мать двухлетней избитой девочки прилетит в Бишкек. Об этом она сама сообщила журналистам. По ее словам, в Москве она находится с конца января. Работает посудомойщицей. Двух девочек пяти и двух лет женщина оставила на попечении своей мачехи в Сузакском районе Джалалабадской области. Ни с супругом, ни с его родными она связь не поддерживает. Поэтому решила вернуться сама и выяснить, насколько серьезные увечья получил ребенок. После сообщила мать девочек, она решит, писать ли заявление в милицию или нет. Отметим, по данным представителя общественного фонда Лига защитников прав ребенка, поступившая 7 мая в реанимацию Джалалабадской областной больницы с множественными травмами, двухлетняя девочка пострадала от насилия и жестокого обращения со стороны родственников. Повреждения и старые травмы есть практически по всему телу ребенка. Сильно пострадала голова. Ребенок, скорее всего, подвергался насилию систематически, предполагают в фонде. На данный момент создана координационная группа. Прокуратура Бишкека внесла представление в адрес руководства муниципальной администрации, мэрии столицы по Первомайскому административному району об устранении нарушений закона. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, мера прокурорского реагирования принята ввиду факта проявления жестокого обращения в отношении 9-летнего мальчика, которого родной дядя привязывал к автомашине и протащил 20 метров в воспитательных целях. Указанный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. В настоящее время ведется досудебное производство. Родители учеников школы-лицея номер один села Новопавловка вновь митингуют. Они требуют закрыть фонд, который собирает средства на нужды школы, отправить в отставку директора Диляру Абдулаеву и запретить ей работать в дальнейшем сфере образования. Отметим, на данный момент деятельность фонда проверяют. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. На это время в школе пока назначен временный директор. Предыдущего руководителя от работы отстранили. Напомним, вот уже в течение нескольких месяцев в учебно-образовательном комплексе лицея имени Чингзайтматова продолжается конфликт между двумя группами родителей. Одна группа выступает против сборов денег в школьный фонд и обвиняет в коррупции администрацию школы. Вторая с обвинениями в отношении директора не соглашается и продолжает защищать руководство. Наградить тех, кто участвовал в тушении пожара на нефтеперерабатывающей базе в городе Джалалабад. Предложение поступило от министра чрезвычайных ситуаций Нурбулу Атамир Захметова. По его словам, пожарные проявили настоящий героизм и профессионализм. Напомним, пожар на нефтебазе произошел 10 мая. Его тушили весь день. Сгорели две цистерны объемом в тысячу тонн каждая, в которых находились мазут и солярка. Кроме этого, полностью сгорел бензовоз. Были эвакуированы примерно 2000 жителей. Всего в тушении пожара участвовали 182 пожарных. Создана комиссия для проверки безопасности нефтеперерабатывающих предприятий АЗС. По официальным данным, есть двое пострадавших. И на этом пока все. Журналисты телекомпании НТС продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.